В Павлодарскую область с рабочей поездкой прибыл министр экологии, геологии и природных ресурсов Макзумер Загалиев. Глава ведомства посетил крупные промышленные предприятия при Иртышье. Встретился с экологической общественностью. А первыми объектами, с которыми он ознакомился, стали плотина гидроузла канала имени Каныш-Сатпаева и станции очистки воды в селе Басколь. Протяженность канала составляет 458 километров с первой насосной станции реки Беловка до реки Нура Карагандинской области. Он разделен на два участка. Имеет 22 насосные станции, 13 гидроузлов, 14 плотин. Проектная мощность – 1 миллиард 920 кубометров в год. На сегодняшний день канала работает 30%. Это где-то около 500 миллионов кубов воды. Мы можем подавать в год. То есть это от потребности. Мы можем или подаем? Мы подаем. То есть он 30% больше. Реконструкцией плотины номер 87 гидроузла номер 4 занялись в июне прошлого года. Проект планируется завершить в декабре 2020 года. Протяженность земляной насыпной плотины по гребню составляет 3252 метра. Максимальная высота дамбы – 17,7 метров. Общая стоимость строительства – более 5 миллиардов 863 миллионов тенге. Сколько всего скважин? 5 тысяч 14 скважин. На данный момент выполнено 3 900. То есть 7 300. 5 тысяч 14 – диаметр какой-нибудь? Диаметр 32, но это диаметр анкера. Коронка диаметр 51. Но вот когда вы бурите, вы же вот считаете, у вас расход цемента насколько выше, чем проект? Нет. То есть пустоты поковерные большие? В проекте идет до 50 килограмм на метр. Ну, скажу, например, в разных местах. То есть на глубине 13-15 метров идет, бывает, большое поглощение. То есть идет большое поглощение, там до 200 килограмм. Подрядчик уверяет, что работа завершится до конца года, если будет необходимое финансирование, которое сейчас имеется. А стопроцентной уверенности в том, что успеет все выполнить, пока что нельзя сказать. Еще один объект, который посетил министр экологии, геологии и природных ресурсов, стала станция очистки воды в селе Босколь. С июня этого года жители сел Майского района имеют доступ к чистой питьевой воде. Протяженность магистральных сетей группового водопровода – 148 километров, а внутрепоселковых разводящих сетей – более 180. Проектом начали заниматься в 2018 году, завершили в декабре 2019. Но рисковать запуском зимой не стали, поэтому временно законсервировали. Поэтапная подача воды началась летом. «Сегодня 15 сельских населенных пунктов обеспечено питьевой водой 24 часа. Поэтапно мы до 15 июня подавали около семи поселков, дальше добавляли, добавляли, и 1 июля у нас было полное обеспечение питьевой водой населения». Тарифов на один кубометр воды еще нет. Пока что жители, а это более 10 тысяч человек, пользуются водой бесплатно в тестовом режиме. Производительность станции очистки воды составляет не менее 4 150 кубометров в сутки. На сегодняшний день используется 2500 кубометров в сутки. «Станция очистки воды – это немецкое оборудование, первое в Казахстане. Вообще майский весковод считается очень мощным и лучшим крупным водопроводом. Немецкое оборудование, и здесь полностью у них марганец, левая кислота, гиплохолорит. Все эти реагенты получают из-за них затраты». Общая стоимость проекта составила более 5 миллиардов тенге. Затраты выполненных работ вышли на 4 миллиарда 4 миллиона тенге. Остальные средства были возвращены в республиканский бюджет.